здравствуйте я веду сейчас свою самую первую съемку в этом году из теплицы с бегониями с клубневыми бегониями они только-только начинают свистеть сейчас цветет три сорта и скоро через месяц-полтора будет здесь очень красиво потому что бутоны я вижу уже у многих бутоны пока еще маленькие пока они наращивают листву некоторые только-только просыпаются но большинство уже конечно проснулись это сорт сия коралл он расцвел одним из первых из первых цветы на нем не очень крупные пока хотя я знаю что это сорт с гигантскими цветами по прошлому позапрошлому году помню вот первый цветок слева он не очень махровый второй как вы видите справа он уже махровее и он пока только распускается он еще не до конца распустился поэтому вы видите что самые наружные лепестки как будто бы больше по размеру чем те что посередине но это означает просто то что цветок еще не полностью распустился когда он распустится полностью тот его средние лепестки дорастут до размера а также может превысят размер наружных лепестков и будет большой большой красивый цветок сейчас я вам покажу полностью этот кустик он очень красивый аккуратненький вот так выглядит этот куст облокочен он туда на поликарбонат потому что цветы у бегонии как я уже говорила много раз очень тяжелые но у этих шотландских бегоний цветы крупные и поэтому тяжелые и конечно такие бегонии требуют подпорок или подвязок но подпорки это красиво а подвязки это дешево мы пользуемся способом подвязывания сейчас пока мы еще ничего не подвязали потому что ну руки еще не дошли но уже надо этим заниматься а если вы выращиваете бегонии на подоконнике там одну две три для красоты то конечно лучше воспользоваться именно подпорками такими лесенками которые продаются в специальных магазинах где все для цветов все для растений там садоводческих вот переходим дальше следующий бегония это фред мартин я недавно показывала ее на фотографиях в соцсетях я сейчас поверну ее лицом на виду резкость и поверну мне приходится облокачивать потому что просто поломается костики из-за тяжести этих цветов вот на фред мартин распустился уже второй цветок тут был еще женский женский я его только что сняла женский выглядит вот так вот таким гребешочком и он конечно всегда мелкий и пустой поэтому если на если вы купили махровую шотландскую бегонию вдруг у вас расцвело что-то вот такое посмотрите если такой гребешок и не пугайтесь что он мелкий это нормально для женских цветков красивыми тут являются именно мужские цветки очень очень интересный сорт на фоне на фоне моей руки это не самый огромный не самый крупноцветковый сорт как я понимаю но он очень эффектен за счет своей каемочки к сожалению очень жадный был в прошлом году и позапрошлом году на потомство многие люди хотели купить у меня укорененный черенок этого сорта но я не могла им ничего предложить потому что из фазух листьев он не давал мне никаких черенков дополнительных и клубин тоже пробуждает по одной почке хотя прекрасный клубин так что я даже не имела возможности себе что-то размножить для подстраховки какой-то вот такой жадный он был прошлые два года не знаю как будет в этом году но как вижу опять один побег только из клубня такой жадина дальше я вам покажу сеянец сейчас отключусь на виду резкость это у нас сеянец тоже я его показывала недавно на соцсетях кажется его номер 22-35 просто жёлтый жёлтый у нас уже есть но мне очень понравился ну и пока пока что себе его оставила понаблюдать мне нравится вот такой у него крепкий ствол я не знаю что сейчас видно на камере потому что мне пришлось отойти от нее подальше цветы конечно же тяжелые вот один второй надеюсь я попадаю в кадр там третий распущен и это все конечно огромный вес тут без подпорок или подвязывания к сожалению никак просто отломится у основания черенок там где он крепится клубню и будет плохо очень поэтому придерживаю его рукой и сейчас обратно облокочу его нужно уже будет заниматься подвязыванием все остальные бегонии которые я буду показывать они не цветущие поэтому ничего облокачивать мне не приходится лишь цветы вынуждают меня к этому а так сами кусты бегонии очень мощные очень крепкие но цветы конечно грандиозно тяжелые вот такой общий план и основная масса бегоний выглядит вот так стадии бутонизации есть конечно такие бегонии которые находятся еще в стадии проращивания вот как например это здесь как мы видим два мощных череночка дал клубень и один такой который я сниму для укоренения вообще найти бегониях нужно оставлять 12 максимум три черенка остальные каким бы клубень мощно не был он не вытягивает не они не одинаково все сильные поэтому оставляем самые сильные остальные снимаем и если нам нужно для размножения то они сейчас весной запросто укореняются очень быстро пускают корешки в воде либо же можно посадить сразу в субстрат очень легко и быстро размножаются весной особенно вот такая шарлотта у нас тоже мощная скоро будут на ней бутоны пока нет два мощных клубенька ой черенка мы видим немножко сорняки но это не страшно это я уберу а вот это прекрасный джимми хендерсон тут такой огромный клубень огромный клубень просто диаметром почти с горшок еле впихнула и вот его побеги тут еще несколько я уже несколько сняла с этого клубня щедрый он на детишек оказался очень мощные два побега я два оставлю а вот эту поросль тут три слабеньких еще осталось я сниму и укореню они будут отличными для размножения я сейчас его покручу чтобы вы посмотрели эти два мощных какие красавцы я уже вынимала полностью ком из субстрата чтобы посмотреть как там развивается корневая и скоро уже буду переваливать это растение в больший горшок хочу показать вам несколько молоденьких то есть это клубни большие взрослые зимовали они и сейчас они просыпаются как я уже говорила я высаживаю клубни только после того когда появятся корни пусть в небольшом количестве но я должна увидеть что уже процесс пошел пока только появились росточки я еще не высаживаю я жду появления первых корешков тогда я могу посадить и тогда дело пойдет быстрее то есть я не сажаю корень ой я не сажаю клубень без корней субстрат потому что поскольку корней нет и они еще не известно когда появится субстрат будет просто преждевременно разлагаться и я считаю что это совершенно ни к чему такие росточки очень люблю я этот момент когда они пробуждаются все вот эту весь этот этап роста от пробуждения до до первого цветения для меня самые самые любимые у бегоний вот малышка это у нас я не самое интересное я угадала да это ароматная форанце лимон которая такая некрупная кустовая меня в прошлом позапрошлом году спрашивали она клубневая или нет я не могла ответить я не знала клубневая или она потому что в первый год вот я купил ее черенком и первый год она на зимовку не уходила и как же мне узнать клубневая она или нет вдруг она такая вот всегда вегетирует но в эту зиму она очень явно ушла наряду со всеми остальными бегониями на покой я скопала там был огромный клубень но он совершенно отличался от клубней других бегоний потому что у других бегоний ну просто там такой формы как картошка или неправильная картошка или какой угодно но у этой бегонии клубень как будто состоял из множества множество больше десяти штук маленьких клубеньков и они очень легко делились между собой что я и сделала я поделила поэтому сегодня сегодня может быть еще где-то увидите у меня посаженные такие клубеньки вот здесь может быть видно клубеньки там проглядывают сейчас я на виду резкость так что клубень очень легко поделился на без всяких там стрессов для себя на множество множество клубеньков и мне это понравилось мне не пришлось ничего насильно резать я так и до сих пор и не решилась разрезать клубень мне жалко мне не поднимается рука вот какой-то клубенек дал один раз точек меня кто-то спрашивал а нет ли у вас там от браковки что подешевле клубеньков с одним раз точкам вы знаете я вообще не считают браковкой клубеньки с одним раз точкам потому что один раз точек он обычно бывает таким мощным и ничего я плохого не вижу кроме того что ничего снять на размножение в том что один раз точек нет ничего плохого поэтому обраковка я это совершенно не считаю ну здесь мы видим несколько раз точков это наш сенец белый под условным названием бесконечность потому что он бесконечно махровый а здесь клубенек дал много побегов и мне большинство из них придется снять оставив один или два ну это конечно приятно если нужно для а так в прошлом году у меня был такой нечаянный эксперимент я его не собиралась проводить один огромный клубень дал мне множество просто побегов то есть почек про проснулась на нем огромное огромное количество я и снимала с него много но я думала на нем оставить много думают что будет если оставить много нет две три а прямо вот много и с этого клубня у меня не получилось нормального растения потому что хоть он и был огромным но он не вытянул ни одного побега потому что было их слишком много поэтому один побег на клубне это точно не отбраковка и это точно неплохо а вот когда побегов много тут с ними уже нужно поработать тут у меня еще бегушечка распускается но как вы догадались наверное уже это женский цветок потому что он и мелкие совершенно пустой не махровый и упс но это женский цветок но почему-то у него нет гребешка это женский цветок вот такое бывает я первый раз вижу это сио коралл там я показывала в начале видео вам уже распустившиеся цветы на другом кусте а здесь вот только бутончики женский цветок я только что сняла здесь есть еще женские тоже его можно снять а мужские мы оставим мужские будут красивые видите тоже клубень дал всего лишь один побег но мощный обратите внимание какая сочная красивая листва я пока не применяла удобрения но один раз только применила для того для цветов пока что кормила только для роста зеленой массы потому что им сначала нужно нарастить так сказать силу и мощь а потом уже можно будет свести но сейчас уже надо начинать удобрять для цветов потому что хочется красивых крупных цветов но как вы видите и без удобрения специального для цветущих растений тоже цветы у этих бегоний просто прекрасные и очень большие есть еще одна бегония распускающиеся и это тоже сио коралл по форме цветка который вы видите перед собой вы уже наверное поняли что это только только распускающийся бутон когда вот два лепестка наружных верхней и нижней они такие крупные а посередине многочисленные лепесточки мелкие это означает что бутончик только недавно открылся и он еще не распущен полностью процессе находится за ним мы видим там еще бутончик в общем скоро будет у нас тут пышное цветение клубневых бегоний вот так выглядит куст любуюсь я этой листвой шикарная идеальная листва пойдемте дальше здесь у меня совсем молоденький вот например на этом еще бутончиком нет я недавно его пересадила из стаканчика дальше там тоже какой-то молоденький левее что там есть там побольше и бутоны есть уже а вот на этом бутоны мы видим наверное сейчас в кадре вот они тоже только один побег дал клубень зато мощный а сейчас я вам показываю опять в фрагменте лимон самый интересный клубень самый большой фрагмент этого клубня который я оставила видно да там какой клубень такой весь как будто состоит из множества из множества других клубеньков хочется мне показать там в глубине есть еще есть еще пробудившиеся побеги я конечно клубень потом засыплю позже когда я уже увижу что проснулась достаточно побегом и пока что там пробуждается еще я не могу пробуждаются почечки я боюсь не хочу засыпать потому что это погубит некоторые из них какие-то все равно прорастут сквозь субстрата какие-то от этого погибнут поэтому пока я клубень субстратом не засыпаю здесь у меня стоят черенки в стаканах которые на продажу это полулитровые стаканы черенки уже большие и они тоже хотят свести сейчас покажу вот например уже какой большой бутон но наверное мне лучше снимать цветы у черенков для продажи потому что чтобы не ослаблялся сам кустик пусть уже цветение будет у покупателя да конечно я это говорю для того потому что под видео обязательно кто-нибудь спросит ой а как можно купить а продаете ли вы и я хочу напомнить что под каждым под абсолютно каждым нашим видео в описании к видео написано как приобрести наши растения и ссылочка где подробно подробно все изложено вы можете пройти по ссылочке и найти ответ на свой вопрос а это моя коробка с клубнями которые еще не проснулись поэтому они тут лежат я их каждые несколько дней перебираю смотрю если там росточек когда росточек я вижу я вынимаю его и уже он у меня растет прорастает я его вынимаю и укладываю на сфагну как я показывала уже в каких-то видео жду когда появятся корни вот здесь росточек вы видите но корней нет никакого намека на корни пока нет поэтому сажать я пока его не могу довольно много еще их не проснулось но все же это меньшинство большая часть бегонии уже проснулись и высажены на примере этого клубня хочу вам еще раз показать как я их сажаю я не заглубляю почечки потому что если я присыплю вот здесь одна вот здесь 2 их 2 всего здесь потому что если я присыплю их субстратом то это может спровоцировать гниение конечно какие-то почки все равно пробьются сквозь субстраты все будет отлично но я не хочу уменьшать шансы на успех поэтому я пока дам им подрасти оторваться от земли так сказать а потом я уже смогу клубень заглубить полностью это случится когда я буду переваливать это растение в больший горшок ну то есть должна нарасти зеленая масса должна развиться хорошо корневая система и корни должны полностью оплести существующий ком и тогда я уже буду переваливать эту бегонию в больший горшок и тогда же я насыплю субстрат немножечко и сверху клубень окажется под субстратами его не будет видно в завершении видео я хотела бы снова сказать о том о чем уже говорили много раз о субстрате о качестве субстрата я категорически против тех субстратов на которых написано для бегоний для синполи для чего-то там еще не бывает такого не бывает субстрата конкретно для какого-то растения не бывает это все маркетинговый ход и как правило в пакетах с такой надписью содержится какой-то мусор непригодный для выращивания вам конечно может повезти но шанс на везение невелик поэтому лучше покупать гарантированно качественный субстрат это профессиональные субстраты о которых я которые я советую и да они продаются в больших фасовках 200-300 литров и конечно обычному коллекционеру любителю цветов столько литров не нужно и негде хранить и незачем поэтому решить вопрос с приобретением нужного вам количества профессионального субстрата можно либо создав объявление на цветочном форуме либо пойти в соц сети где вам удобнее фейсбук вконтакте одноклассники в цветочные группы зайти и создать объявление что я хочу купить в складчину с желающими такой-то субстрат возможно до вас уже кто-то создал такое объявление и вам осталось лишь присоединиться к этому общему заказу и таким образом вы получите гарантированно качественный субстрат в нужном вам количестве забыла еще сказать а ведь будут возможно вопросы почему у меня так скучно стоят растения да так размещать скучно растения нельзя большинство растений вскоре переедут в теплицу павла я просто держу их как можно дольше в своей теплице потому что у меня больше света теплица павла уже затенена она хорошо затенена и там бегонии немножечко чуточку потянутся поэтому я хочу как можно дольше подержать сколько смогу подержать их здесь чтобы они сформировались по приземности тогда уже я буду их одновременно переваливая в большие горшки переносить в теплицу павла и и там и здесь размещать их более свободно более свободная вернее свободная расстановка растений бегонии или любых абсолютно других растений очень важна растение должно чувствовать что рядом с ним еще есть какое-то пустое свободное пространство тогда оно не будет тянуться вверх оно будет приземистым с короткими междоузлями красивым кустом и да вот сейчас я уже рискую конечно рискую получить более вытянутые растения и мне нужно в ближайшие же дни заниматься перестановкой бегоний что-то отнести к павлу что-то оставить здесь так что да так скучно как у меня сейчас ставить нельзя вот это я должна была обязательно вам сказать ну теперь я с вами уже точно прощаюсь я надеюсь что я прощаюсь ненадолго потому что у меня очень много тут бегоний в бутончиках и мне приятно показывать вам их рассказывать вам о них так что если вы еще не подписаны на наш канал пожалуйста подписывайтесь а если подписаны то посмотрите нажат ли у вас колокольчик под видео там есть такой значок колокольчик вы на него нажмите если еще этого не делали и тогда вы будете получать оповещение о наших новых видео в тот же час когда они выйдут а еще я приглашаю вас подписаться на наш цветочный инстаграм у меня там очень красиво у меня там регулярные публикации добро пожаловать подписывайтесь оставляйте комментарии будем дружить всего доброго